Они учат жить по закону Божьему тех, кто перешагнул закон людской. Особенности и новшества в работе священнослужителей, которые работают с заключенными, сегодня обсуждали в Одессе на выездном заседании украинской межконфессиональной христианской миссии, которая объединяет в себе 12 конфессий. После планируют посетить 4 колонии. Как оказалось, больше всего в духовном наставнике нуждаются люди, отбывающие предварительное заключение до суда. С мая этого года такое право гарантировано законодательством. Внутренние условия изоляции, которые есть в следственных установках, отличаются в сильную сторону. Сейчас, соответственно к новому законодательству, особо, которая попала за грати в предыдущие увязнения, мая право в будь-який час встретиться с священником своей церкви без обмежений. Заключенных, которые отбывают срок в Одесской области, наставляют священнослужители от нескольких христианских конфессий и иудаизма. К ним также хотят присоединиться представители ислама. Такое плотное сотрудничество с Одесской областью уже очень давно, и уже, как можно сказать, долгие годы. Ну а сами представители пеннициарной службы признаются, что заключенные, обратившиеся к вере, значительно реже нарушают режим и служат примером для других. Кстати, таких немало. Постоянно посещают церковь порядка полутора тысяч заключенных, а это больше половины от общего количества отбывающих наказания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...